35 метров в длину, 3 в диаметре, вес более 200 тонн. Цифры примерные, подробности засекречены. Этот объект – самое опасное и самое мощное оружие на планете. Впервые свои возможности оно продемонстрировало 20 апреля 2022-го. Ну вот и настал долгожданный момент. Съемочная группа нашей программы оказалась одной из немногих, кому дали право своими глазами увидеть старт ракеты, снять его на видео и не только его. В эфире телеканал «Звезда. Военная приемка». И главным героем нашей программы станет одна из тех новинок российских вооруженных сил, о которой много говорили, но еще никогда не давали снимать. Перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Сразу скажем, эта новинка еще и одна из самых секретных. Открытой информации по ней совсем немного. Но все, что в наших силах, все, что мы имеем право показать и рассказать, все это вы увидите прямо сейчас. «Сармат» — первая в мире тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения. Про нее говорят, что она станет самой мощной ракетой ядерного щита России на ближайшие 50 лет. Еще говорят, что из восточного в западное полушарие она может пройти не только через Северный, но и через Южный полюс, что без труда преодолеет самую совершенную систему ПРО. Сегодня военная приемка расскажет, правда ли все это. Причем в этом выпуске вся информация будет только из первых уст. Вас ждет обстоятельный разговор с главным конструктором ракеты, с заместителем командующего РВСН, который непосредственно на космодроме руководил пуском, наконец, с самим командующим. Словом, в этой программе будет как никогда много эксклюзива. Итак, это военная приемка. Поехали! Редактор субтитров А.Семкин В эфире военная приемка. Сейчас мы находимся на одном из тех предприятий, где начат выпуск «Сармата». Сами видите, производство идет полным ходом. Скоро мы вам покажем и саму ракету. Но сначала познакомим вас с человеком, который эту ракету создал, который всю свою жизнь занимается исключительно ракетным вооружением. Это генеральный конструктор государственного ракетного центра Владимир Григорьевич Дегтярь. Владимир Григорьевич, почему именно вашему центру поручили создание новой ракеты? Ни для кого не секрет, что заказчик выбирает подрядчика по результатам деятельности за последний год. Надо сказать, что ракетный центр создал за последние годы четыре ракетных комплекса. Эти ракетные комплексы превосходят все зарубежные. Комплексы самые лучшие ракеты в мире. Энергомассового совершенства. Думаю, поэтому, благодаря этим успехам и благодаря, что мы обладаем технологиями, которые требуют сегодня прорывные технологии «Сармата», нам поручили поработать по созданию этого комплекса в интересах ракетных поисков садзиевского назначения. Мы не можем рассказывать про всю эту новую четверку. Назовем имя одной ракеты «Синева». На сегодняшний день это самая большая в мире межконтинентальная баллистическая жидкотопливная ракета, созданная для подводного флота. И самая эффективная по соотношению полезной нагрузки на единицу веса ракеты. Опыт, полученный в процессе разработки «Синевы», лег в основу ракетного комплекса «Сармат». Первые впечатления, когда своими глазами видишь эту ракету, какая она большая. Какие габариты «Сармата»? «Сармата» диаметр ракеты 3 метра, длина ее 14-этажный дом, масса ракеты более 200 тонн. Правильно мы понимаем, что это самая большая ракета в истории человечества? Да, совершенно верно. Это самая большая ракета в истории человечества, созданная в российской кооперации предприятия. Самая большая, боевая, правда, удачная. Из 200 с лишним тонн веса, около 180 – это топливо, еще 10 тонн – полезная нагрузка, то есть боевой блок. Несложно подсчитать, что корпус ракеты вместе с двигателями весит очень мало для 14-этажки. Материалы, из которых сделана ракета? Материалы, из которых ракета сделана, преимущественно из алюминиевых сплавов. Эти сплавы показали свою надежность, показали свою привлекательность в том, что они достаточно легкие и обеспечивают высокую нагрузку. Кроме алюминиевых сплавов, применяются еще и композиционные материалы, из которых заготовлены как обтекатель, так и транспортный пусковой контейнер и некоторые другие элементы конструкции. Композиционные материалы впервые применяются в составе жидкотопливной межконтинентальной ракеты. И это понятно. До недавнего времени не существовало композитов, способных выдерживать и десятилетия хранения, и невероятные нагрузки, создаваемые в полете на скорости больше 10 махов. Кстати, на тех высотах, где будет летать «Сармат», это от 4 до 8 километров в секунду. Впрочем, таких параметров скорости еще надо достичь. Для этого разберем полет «Сармата» с нуля. Представим, что это ракета. Как выглядит старт «Сармата»? Ракета стартует на основе энергосредства пуска. Старт минометный? Старт минометный. В нем участвует сама ракета. Участвует транспортно-пусковой контейнер. Участвует энергосредство пуска. Циклограмма следующая. Запускается энергосредство пуска. Выталкивается ракета. И на высоте 20 метров, над срезом шахты, запускается двигатель двигателя первой ступени. И вот эти 200 тонн висят в воздухе первые секунды? Да. До запуска двигателя первой ступени ракета как бы зависает на шахтной пусковой установке. И после запуска двигателя первой ступени она и уходит на траекторию полета. Чтобы понять, как это выглядит на деле, давайте посмотрим одну очень интересную видеозапись. Это так называемые бросковые испытания ракеты «Сармат». Они прошли еще в 2018 году. Но до этого времени так подробно эту запись по телевидению еще не показывали. Место действия – военный космодром Плесецк. Давайте отмотаем эту запись к началу. Мы видим, как на специальной усиленной железнодорожной платформе к месту испытаний везут груз, чем-то напоминающий цистерну. Это транспортный контейнер для перевозки ракеты. Оказывается, вместе с созданием самой ракеты решался сложнейший вопрос разработки контейнера. Без него в шахту «Сармат» не загрузить. И уж тем более невозможно доставить его на место старта. «Сармат» перевозится двумя видами транспорта. По железной дороге завода-изготовителя до местной дислокации части, в которой будет находиться «Сармат». А дальше мы передвигаем его с помощью объема колесного хода, так называемого, агрегата транспортно-перегрузочного. У нас есть система, позволяющая перегрузить «Сармат» из железнодорожной секции на пневмоколесный ход, довести до шахты пусковой установки и ее загрузить. То есть для этого разработаны специальные транспортно-перегрузочные агрегаты, которые прошли испытания в полном объеме при проведении бросковых испытаний». Как это происходит? Ракету перегружают на дорожную платформу с тяжелым тягачом. На нем нашу героиню доставляют к месту старта. Здесь с одной платформы на пневмоколесном ходу ее перегружают на другую, потом в специальный контейнер. Он поднимается вверх, как мачта, причем прямо над пусковой шахтой, куда по направляющим ракетой опускается. На словах «все легко и быстро», на деле это длительный процесс. «Задать режим подготовки к пуску». Ну что, как говорил Гагарин в таких случаях, поехали! Третий пуск. Команда пуска. Обратите внимание, в такой ситуации используется ракета в шахматной расцветке. Это делается для того, чтобы конструкторы смогли потом определить, с какой скоростью она вышла из шахты, на какой высоте включился маршевый двигатель и вообще, насколько точно отработала аппаратура. Это тот самый минометный старт? Это тот самый минометный старт, который обеспечивает сохранить часть энергетики, которая могла бы быть использована в ракете. Надо объяснить, что минометный старт – это определенный риск. Вот представьте, вы на машине взлетаете, и вам в полете нужно запустить двигатель. Вот здесь что-то такое? Да, конечно, здесь нужна абсолютная надежность, достаточно большой объем отработки, который бы позволил в любом случае запустить двигатель. Вот этот момент. Сначала идет отстрел кормового блока, и тут же включается ракетный двигатель. И пусть в 2018 году этот полосатый рейс был очень коротким, но он и не мог быть продолжительным, ведь испытания бросковые, но перед вами исторические кадры. Это первый старт сармата. Уже тогда специалисты понимали, что это будет за ракета. Ее невозможно перехватить. Именно такая формулировка – «невозможна». Именно невозможна. Потому что средства преодоления противоракетной КСП, комплекс средств преодоления, невероятно сложные, которые позволяют проходить любую многоэшелонированную противоракетную оборону. Почему невозможен такой перехват? Давайте разбираться. Во-первых, свою роль играет масса ракеты. Она обеспечивает полет на очень большую дальность. Во-вторых, у сармата очень короткий стартовый участок полета. Про это мы еще поговорим. А сейчас остановимся на третьем козыре – траектории полета. Летать, как сармат, не может ни одна другая межконтинентальная ракета мира. За счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. От нашей пресловутой траектории через Северный полюс. При необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий с точки зрения вывода в космической пространстве. Иными словами, сармат способен перемещаться не только в атмосфере, но и по орбите. Что это дает? Представьте, вы построили забор под названием ПРО. И вдруг выясняется, что появилась ракета, способная облететь его сверху или сбоку. Но и это еще не все. В полете сармат может использовать гиперзвуковые блоки, что сразу обнуляет идею перехвата. Ведь про баллистику тут можно забыть. Полет теннисного шарика – это полет по баллистической траектории. Один игрок бьет, второй отбивает. И так можно играть до бесконечности. Почему? Да потому что траектория полета этого шарика предсказуема. Также, кстати, действуют классические баллистические ракеты и противоракеты. А теперь представьте, что внутри этого шарика оказался бы двигатель противник, подготовился бы принимать ракету, летящую по классической баллистической траектории. Но в последний момент здесь включились бы двигатели, и гиперзвуковой блок ввел бы мяч в сторону. Теперь представьте, что этот шарик не просто меняет траекторию. Он облетает стол снизу, закладывает круги. Словом, вводит в заблуждение. Можно ли говорить о том, что созданием ракетного комплекса «Сармат» Россия нащупала слабое место про других стран? Противоракетная оборона, она всегда под особым контролем научно-исследовательских организаций, организаций оборонно-промышленного комплекса. И мы всегда занимаемся этим вопросом с точки зрения ее преодоления. Поэтому те качества, энергоемкость, энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющего боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса «Сармат» противоракетной обороны сегодня не существует. Так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия. На сегодняшний день на вооружении РВСН стоит целый ряд мобильных подвижных комплексов. Это Ярс, Тополь-М, Тополь. Плюс к этому существуют комплексы шахтные с теми же Ярсами, Тополями. Но при всем уважении все эти ракеты относятся к легкому классу, в отличие от нашего героя. Посмотрите, насколько мал человек на фоне тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты. Сейчас мы находимся в Академии ракетных войск стратегического назначения. Понятно, что ракета «Сармат» вне конкуренции, но и всего многообразия ракет, выставленных в этой аудитории, более-менее как-то похожа на «Сармат» ракета Р-36М. Повторюсь, ракета, как и «Сармат» тяжелого класса. Да, здесь не надо быть специалистом для того, чтобы отличить тяжелые ракеты от всех остальных. Тяжелые – это те, которые большие. Давайте начнем вот с чего. В каком году мы впервые создали нашу первую тяжелую баллистическую ракету? Так, ну, первая ракета этого класса была создана в 1961 году, принята на вооружение. Это ракета Р-16. Но это вообще первая двухступенчатая межконтинентальная ракета, созданная в нашей стране. На ней уже применялись высоко кипящие компоненты топлива, которые позволяли обеспечивать требуемую высокую боевую готовность. После Р-16 появляется ракета Р-36, потом Р-36М. В России ее знают под именем «Воевода», на Западе называют «Сатаной». До появления «Сармата» именно эта ракета была самой большой из числа баллистических межконтинентальных. У «Воеводы» тоже шахтное базирование, даже масса 200 тонн. Но «Сармат» заметно превосходит предшественника в эффективности. Мы не можем обозначать количественные характеристики новой ракеты, но качественно сравнив с «Сармат» и «Воеводу» можем. Дальность этой ракеты? Дальность больше. Точность? Точность существенно точнее. Стойкость к воздействию внешних факторов? Выше. Способность преодолевать пророк? Значительно превосходит аналоги. То есть получается, «Сармат» по всем позициям обходит «Воеводу»? По всем. Если задуматься, «Сармат» — это самое мощное оружие, когда-либо созданное человеком. Что ж, давайте расскажем, как и из чего оно рождается. Вполне предсказуемо производство ракеты начинается с чистого листа алюминия. Точнее, специального алюминиевого сплава. Сначала его накручивают на барабан стакана. Так получается обечайка. Цилиндрическая заготовка — одна из частей будущего корпуса ракеты. Теперь, когда обечайка собрана, нужно снять с нее все лишнее. Для этого нужно решить следующую задачу. Снизить вес этого изделия, сохранив при этом прочность. Для этого берем фрезу и, говоря по-простому, наносим шашечки. Ну а если правильно выражаться, наносим вафельный фон. Чтобы показать эту работу от начала до конца на примере конкретного блока, мы поставили камеру в режиме съемок на несколько дней. Аккуратно, квадрат за квадратом, фреза срезает все лишнее, оставляя нетронутыми периметры квадратов или, говоря языком сопромата, ребра жесткости. Теперь, после того, как обечайки сварены, на них нанесен вафельный фон, выясняется следующая проблема. Оказывается, вот эта окружность, она совсем не окружность, это овал. Вторая проблема заключается в том, что вот этой плоскости, как таковой, тоже нету. После мехобработки здесь появилась волна. Эту волну надо убрать, окружность довести до окружности. Что делать? Подключать силы гидравлики. Для этого здесь существует специальный станок для калибровки обечаек. строго говоря, никаких серьезных проблем тут нет. На станке овальную заготовку превращают в идеально ровное кольцо, после чего ее переносят в следующий цех. Сейчас мы находимся на участке гальваники. И, честно говоря, раньше мне казалось, что все эти процессы нужны для того, чтобы нанести защитную пленку. Ну, в данном случае, вот на этот отсек. Но, оказывается, что вот эти вот ячейки можно создать не только методом фрезерования, но и методом химического фрезерования. В чем химия процесса? Опуская туда, внутрь, наше изделие, начинается процесс травления. Ну, а вся наука состоит в том, как сделать так, чтобы нужная часть вытравилась, а ненужная не вытравилась. Это секрет. Сейчас об этом не будем рассказывать. Важно, что в итоге мы достигаем чего. Изделие становится легче. Мы снижаем вес, сохраняя при этом прочность. Сначала каждая деталь, поступающая сюда, подвешивается к крану, а потом проходит целую серию ванн. Вода, щелочной раствор, вода, кислотный и так по много раз. Вообще, химическое фрезерование используется для обработки очень сложных деталей, где провести работы с помощью станка не получится. Особенно популярен этот способ для создания деталей в радиотехнике. Но тут таким образом обрабатывают огромные кольца металла. В эфире «Военная приемка». Мы по-прежнему рассказываем про новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сарматы». Сейчас у нас появилась уникальная возможность рассмотреть эту ракету изнутри. Самое главное, на что обращаешь внимание, особенно на фоне воеводы, где внутри находится так называемый вафельный фон. Здесь этого нет, на «Сармате». Конструкторы решили вынести этот вафельный фон вот сюда, на внешнюю поверхность. Как вырезают эти шашечки, мы видели на примере не только воеводы. Перед вами один из представителей нового семейства российских ракет-носителей «Ангара». У «Ангары» эти шашечки внутри, на «Сармате» снаружи. На это есть первое простое объяснение. Используя такую технологию, не потребуется тратить время на сбор металлической стружки на этапе производства. И второе – сложное, куда более важное. На эти ребра снаружи будет крепиться покрытие, обеспечивающее незаметность «Сармата». Применяются материалы специальные. И не только материалы, но и покрытие, которое обеспечивает эти прочностные свойства. Кроме того, есть такой, так называемый, наконечник, который обеспечивает вот эти все заданные характеристики. и обеспечивает доставку полезной нагрузки к заданной цели. Именно он переживает максимум температуры? Да, он переживает максимальную температуру, которая возникает в процессе всего полета ракеты-носителя «Сармат». Хотя бы намекнуть, это какие цифры, порядок цифр? Большие. Температуры плавления металлов? Большие температуры, большие температуры, ну и гиперзвуковая скорость. Что важно, на гиперзвуковую скорость «Сармат» выходит очень быстро. Помните, мы обещали рассказать про второй козырь этой ракеты? Короткий разгонный участок полета. Чтобы понять, о чем речь, нужно разобраться, как работает любая система ПРО. Принцип работы системы противоракетной обороны заключается в главной составляющей понять время старта и определить траекторию полета. Поэтому принцип работы любой радиолокационной станции системы противоракетной обороны заключается в моменте засечки старта ракеты по факелу загорания работы двигателей первой ступени. И чем раньше это будет замечено, тем быстрее будет рассчитана траектория, тем будет выдана команда системам противоракетной обороны на возможность воздействия или уничтожения того или иного вида вооружения. Так вот, самый, наверное, удобный момент воздействия на ракету с наличием у нее боевых блоков на моменте старта, когда еще скорость движения не набрана. Для лучшего понимания поделим полет ракеты на несколько частей. Первый участок – старт. Здесь ракета набирает скорость. На втором она выходит на баллистическую траекторию и летит по ней. Это самый напряженный отрезок пути. Именно на нем перехват, хотя и почти невозможен, но все же теоретически допускается. Третий участок – финишный, когда ракеты делятся на боевые блоки. Мы уже отмечали, здесь сармат неуязвим. Хотя бы потому, что траекторию его боевых блоков просчитать невозможно. Но что насчет старта? Одна из задач противодействия имеется – это сократить активный участок траектории. Что и было реализовано сегодня в комплексе «Сармат». И я должен отметить, это тоже уникально. Для такого тяжеловеса сегодня активный участок траектории практически сравнялся с легкими твердотопливными ракетами. Это серьезно. Как быстро стартует «Сармат» – рассказать не можем. Но чтобы хоть как-то объяснить, опять воспользуемся образным сравнением. То есть это как на мотокроссе нужно с места стартануть со свистом приблизительно так же? Примерно так. А неужели в Соединенных Штатах ничего подобного нет? Нет. Подобного сармата в Соединенных Штатах далеко нет. Они сориентированы в основном на твердотопливную тематику. И суть заключается в том, что просто-напросто у нас лучшие двигатели, которые работают на жидком топливе, и которые до сих пор не могут быть освоены в производстве в Соединенных Штатах. О двигателях «Сармата» мы расскажем во второй серии. А пока самое время перенестись на космодром Плесец, где регулярно проходят пуски тополей, ярцев, где недавно в космос улетела ангара. И вот теперь к пуску готовится самая мощная боевая ракета в истории человечества. Мы уже показывали ее бросковые испытания, но даже они не идут ни в какое сравнение с тем, что вы увидите совсем скоро. В эфире военная приемка. Мы находимся сейчас на знаменитом космодроме Плесецк, между прочим, самом северном в мире космодроме, где специально для новой межконтинентальной баллистической ракеты построили новую стартовую площадку. Сам «Сармат» сейчас находится вот там, внизу, в подземной шахте. До его пуска остаются несколько часов, и у нас появляется возможность закрепить экшн-камеры по периметру, для того, чтобы вы увидели всю красоту этого пуска. Камера, снимающая на все 360 градусов, целый набор экшн-камер. Мы ставим все это в самых рискованных местах, крепим на ближайших мачтах. Операторы военной приемки, подобно монтажникам, высотникам, поднимаются все выше. Мы прекрасно поднимаем совсем скоро кадры, снятые этими камерами, будет смотреть весь мир. До пуска остается все меньше времени. Наконец, открывается защитное устройство, и сейчас мы сможем своими глазами увидеть главного героя нашей программы, новую межконтинентальную баллистическую ракету. Вот она находится там, внутри шахты. Давайте еще раз проговорим пуск, который начинается сегодня, если не исторический, то уж точно знаковый и очень важный. Важный, потому что это будет первый пуск после бросковых испытаний, то есть первый, по-настоящему, большой полет сармата. Итак, остались последние предстартовые приготовления, и пока они идут, давайте снова перенесемся на производство. Это тоже «Сармат», точнее, один из элементов третьей ступени. Вот здесь хорошо видно, какой толщины алюминиевый сплав используется для новой ракеты. Вообще, такие проекты, как «Сармат», характерны тем, что благодаря им полностью обновляется производство. Перед вами самый большой в стране раскатный стан. Собран здесь специально для новой перспективной межконтинентальной баллистической ракеты. Говорят, для того, чтобы доставить сюда вот эту конструкцию, понадобились 26 автомобильных фур. Даже специальный цех для него возвели. Высота этого цеха несколько десятков метров. Но это только то, что видно глазу. Значительная часть обслуживающей аппаратуры находится глубоко под землей. Посмотрите, какой мощный фундамент у этого стана конструкции уходит глубоко вниз под землю. Ну, а мы, наоборот, поднимаемся наверх, туда, где будет происходить основной процесс. По идее, все очень просто. Задача превратить плоский лист алюминиевого сплава в сферу или, говоря, проще вблюдца. Конечно, это можно было бы сделать с помощью обычного пресса, но, но, что дает процесс раскатывания. В этой ситуации мы не только меняем форму, мы, самое главное, увеличиваем прочность этого сплава, а для ракеты это очень важно. Этот процесс очень напоминает работу гончарных мастеров, когда они делают тарелки. Заготовка крутится, а мастер осторожно выравнивает края, чтобы они стали ровными, не шли волной. Здесь то же самое, только вместо рук стальные головки станка. Ну и, конечно, силы, прикладываемые в процессе скругления, здесь запредельные. Мы уже обращали ваше внимание на толщину этого листа. Представьте, какую нагрузку нужно создать, чтобы согнуть и растянуть такой слой, как требуется. Жидкость, которую вы видите сейчас, понятно, для чего применяется в первую очередь для охлаждения, но это не вода, как может показаться это масло. Дело в том, что есть вторая задача обеспечить смазывание листа. Масло это собирается внизу, фильтруется и тут же уходит на рециркуляцию. Так лист металла приобретает необходимую округлость. Что и говорить, выглядит все это завораживающе. Как и старт самой ракеты, мы вновь на космодроме Плесецк. Наблюдаем за стартом с расстояния в 6 километров. Отсюда пуск очень плохо виден, зато слышимость такая, что кажется, все происходит где-то рядом, буквально под боком. Ну вот и настал долгожданный момент. И новая межконтинентальная баллистическая ракета отправляется в свой первый большой полет. Точка старта здесь, на космодроме Плесецк, приземление на Камчатке в районе полигона Кура. Время в пути около 20 минут. За это время Сармат пройдет около 6 тысяч километров. И еще все, что происходит здесь в Плесецке в режиме прямого эфира передается в Москву в Национальный Центр Управления Обороной. Впрочем, у нас тоже есть возможность рассмотреть старт во всех подробностях. Одна из наших камер закреплена на сетчатом ограждении в 400 метрах от пусковой шахты. Вот он в момент пуска. Ракета словно выпрыгивает из шахты, как черт из табакерки. И только когда весь корпус показывается над землей, следом появляется огромное облако дыма и огня. С такого расстояния 35-метровая ракета выглядит очень маленькой. Проходит буквально пару секунд, и она уже достигает облаков. В то же время облако дыма, пары и огня стремительно растет в размерах и мгновенно достигает нашей камеры. А вот как старт выглядит вблизи, на этот раз с камерой расположенной на одной из мачт, практически вплотную к пусковой шахте. А вот еще один кадр вид сбоку. И здесь для внимательного зрителя открываются новые подробности. В момент старта отделяются не только крепежные скобы, но и небольшая часть корпуса. Это тот самый разгонный блок. Причем он не просто сбрасывается. В какой-то момент его специально относят в сторону небольшим реактивным двигателем, для того, чтобы он не разрушил сложную инфраструктуру шахты. Через несколько секунд после старта ракета скрывается где-то над облаками, и вскоре все, кто собрался здесь, в Плесецке, получают информацию с полигона на Камчатке, попадание зафиксировано. Факт прибытия изделия подтверждаю. Ракета прошла по расчетным значениям подготовку, тарт, выход, шахт на пусковую установку и полет в соответствии с заданными тактическими характеристиками. Ракета пролетела установлено время и установлено дистанцией. Поразила необходимыми блоками цель на боем поле Кура, и мы сейчас знаем точность поражения данных блоков, которые прибыли. Она нас очень устраивает и радует. Это Камчатский край, полигон Кура. Место, куда попал один из боевых блоков. Вот эта воронка от падения учебно-боевого блока ракеты «Сармат» просто поражает воображение. Без боевого заряда глубина 8 метров, диаметр 20. Военные приемки доводилось бывать в этих глухих камчатских местах. Вот, например, результат попадания булавы. Мы видим, что и ракеты среднего класса, как, например, та же булава, и ракеты тяжелого класса, тот же «Сармат», оставляют плюс-минус одинаковый след на земле. Объяснение простое. Во-первых, до Камчатки долетают, по сути, болванки. Боевые блоки оставили бы совсем другой след. Точнее, они вообще не оставили бы после себя ничего. И второе, в любой из этих ракет может быть использован или один большой боевой блок, или много маленьких. Впрочем, сейчас все это не имеет значения. Самое главное, место попадания оказалось ровно там, где рассчитывали. Так что сегодня полисецкий праздник. Конструкторы, ракетчики, военные представители, инженеры заводов поздравляют друг друга. Наверное, так же, как в те самые времена, когда в космос летал Гагарин. Владимир Григорьевич, поздравляем вас от имени телеканала «Звезда». Просто невероятно то, что произошло. Сколько лет вы шли к этой победе? Ровно 9 лет назад мы получили тактико-сибирское задание на разработку этого комплекса. И вот первый реальный ощущаемый результат. Летные испытания вершина многолетних экспериментов. До этого в десятках лабораторий, разбросанных по всей России, многократно проверяли работоспособность каждого из узлов ракеты «Сармат». Разделение ступеней, отделение блоков, включение и отключение двигателей. И только теперь мы можем сказать, все получилось. Причем получилось так, как планировали. Заместитель командующего РВСН в разговоре говорит, что в ближайшие полвека «Сармат» будет самой мощной ракетой ядерного щита страны. Это перспективный ракетный комплекс, который будет стоять на боем дежурстве на ближайшие 50 лет. Вы говорите, что этот боевой комплекс будет актуален в протяжении как минимум 50 лет. Что дает такую уверенность и что дальше будет с «Сарматом»? Такую уверенность дает, прежде всего, заложенные тактики технические характеристики. Данная ракета изготовлена только на комплектующих элементов российского производства. Большая надежность заложена в данный ракетный комплекс. Вот это дает основание так рассуждать. А еще основанием для таких утверждений служит подготовка, которую ведут ракетные войска стратегического назначения. Плюс к этому уже сейчас начался массовый выпуск новых ракет. В 2019 году Министерством обороны был подписан большой контракт с государственным ракетным центром имени Макеева. И главное, уже в ближайшее время «Сармат» встанет на боевое дежурство. В настоящее время идет подготовка инфраструктуры личного состава от сержанта до командира дивизии для постановки на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» уже в этом году в Уживском ракетном соединении. Самое главное, все это будет именно в этом году уже. Да, это будет все в этом году. Помните, еще несколько лет назад, когда Верховный главнокомандующий впервые заявил, что страна будет вооружена таким мощным и прорывным оружием, многие улыбались, называя все это выдумками для кино в жанре фэнтези. 20 апреля 2022-го мир понял, это документальное кино. Но от себя добавим, практически все эти красивые кадры, которые транслировали телеканалы планеты, были сняты камерами телеканала «Звезда» и во многом стараниями операторов военной приемки. Почему у ракетного комплекса «Сармат» такое название? «Сармат» древние воины, которые были бесстрашны, они создали тяжелую конницу, имеющую на вооружении длинное тяжелое копье, стрелы, и самое главное был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников и всегда перед набегом они думали, что вот за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить. Это может быть меч возмездия. Это то, что предупреждает о том, что Россия надежно защищена. Это не конец истории о грозном Сармате. В следующем выпуске военной приемки мы продолжим сказ о новом стратегическом ракетном комплексе. И поверьте, будет не менее интересно. Мы побываем в закрытом конструкторском бюро, где разрабатывают ядерные ракеты, попадем на занятия тех офицеров, которым предстоит дежурство за Сарматовской красной кнопкой, отправимся в действующую ракетную часть РВСН и не только покажем, как и где служат ракетчики, но и заберемся глубоко под землю на командный пункт. И самое главное, мы расскажем много новых подробностей не только про Сармат, но и про другой новейший комплекс российских сил ядерного сдерживания «Авангард». Так что ждите, увидимся через неделю. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова